итак ребят всем привет сегодня у нас очередной выход с нами сегодня Серега незаменимый и наверное никогда еще не видели у меня на экране это у нас Дмитрий Юданов это тот самый тот самый ребята модератор на моих стримах Диман здорово всем привет приятно познакомиться Серега первый раз его увидел в общем приехали на всю ту же старую деревню пока в принципе погода позволяет по верхам походим ближе к вечеру найдем какой-нибудь фундамент и ночью пушу фильм также со мной сегодня будет мой камрад вот он мой красавчик чемпион вот он вот он это мой кинг будет с нами и охранять нас наш покой в общем к чему я завел тему сегодня копаем всего троем Рустик к сожалению на больничной койке валяется нас смотрит сейчас Рустик привет привет как у тебя там на здоровье ну и хочу сказать что Дмитрий у нас приехал не с пустыми руками решил мне немножко сделать подарок сделал мне вот такой чехол на мою асечку зачетно от души а также он мне подогнал ребята лопату лопату сейчас вам покажу офигенно лопата в частности чтобы в топку закидывать смотрите какая вот такая вот лопата классно не знаю можно с нее чем скушать нет но все же ну и у меня в сумочке оказался конечно же наш логотип нашего сообщества поиск 63 и я хочу Дмитрию вручить Диман спасибо если есть желание можешь на руку пришлёпать ходить вместе с нами по осени есть у меня здесь как раз место куда его прилепить вот так что вот Диман вот у нас стал почетным нашего сообщества поиска 63 он заслужил конечно так серёга гоняет моего питомца вот но я к чему еще это завел ребята тему видео не знаю когда выпущу но факт том что я хочу вас немножко заманить кто находится у меня постоянно на стримах и участвует в розыгрыше кота мешке сегодня я хочу продемонстрировать то что будет в кота мешке монеты в основном мне поставляет серёга а у него предостаточно все лоты практически его все монетки вообще классные кто получал у меня эти монеты наверное радуется тем что монеты готовы чистые прям лежат в коллекции будет долго радовать глаз но сегодня ребят хочу вам сказать смотрите вот очередной лот а этот лот я еще разбавлю монетами советской эпохи а изюминка сразу хочу сказать ребята изюминка а изюминка будет вот такой кольцевик 1807 год в принципе неплохого бодрого сохрана следующий замануха у нас будет вот такой екатериновский пятак 1800 1763 год тоже неплохой ну и конечно здесь есть вот такие экземпляры как пчелочка зачетная паблики в общем в принципе неплохие ребятка этот орел какого-то другого образца неплохой ребята такой лотик будет так что имейте ввиду вот предостаточно я их еще почищу некоторые монеты некоторые конечно в шикарной шоколадной патиной но я сделал одного цвета одного чтобы было зачетный рельеф поднимем и будет в принципе неплохо монетки достаточно приятный ребят приятно я уверен что лучшего сохрана вы вы не копаете 888 и вот знаете такой 10 копеек 1888 года вот тоже будет в лоте ребята ну и советики будут 25 царей и 25 советов так что вот такой плот у нас будет который сейчас выставлен кот мешке это как бы замануха ребята для тех кто смотрит вот серёга мне вот поставляет эти монетки он копает вот в таких вот просторах да ребят монеты еще есть ищите кто ищет тот всегда находит king не убил чем чем у тебя сердит он да он ломится как этот кинг сейчас набегать надеюсь он до вечера дождется и далеко ехать далеко ну ладно ребят сейчас мы пойдем походим вверх а посмотрим мы приехали сейчас сколько время ребят оба обед наверно сервер дима обед наверно сейчас да уже в общем походим пару часиков он время обеда пару часиков походим верха пошибаем посмотрим что найдем у меня есть несколько находки я не показываю ну просто говно какой-то не находки и уже тогда заширпимся кинг ищи смотри заметался ищет походу кинг тысяч монетками если найдешь мне монетку я тебе я сегодня тебе столько вкусняшек дам ну ладно погнали ребят погнали посмотрим что у нас сегодня видеосюжете получится надеюсь пораду и порадую вас находками ладно идем итак ребят находка находку он серёга за спиной прятать да не это бутылку берем ганалубе уже бутылку нашел смотрите ребят какая красотища целый день и завтра будем а бутылочка ребят действительно очень интересно и с очень хорошей историей бутылка с надписью заведение искусственных минеральных бот f грахе в центре старой казани на улице большая проломная расположилась аптека возглавляемая а и тренинг а на улице малый проломный и поперечно воскресенской улиц а ныне улица профсоюзной и астрономической в 1855 году была открыта одна из производственных аптек города основателем и владельцем которым был сын иностранца русский подданный колеческий советник фердинанд христофорович граха имел крупнейшую в городе аптеку и завод искусственных минеральных вод низкое качество казанской воды и недостаточная водопроводная система обеспечивали высокий спрос как на минеральную воду так и на различные прохладительные напитки квас лимонад и сида а в летние месяца минеральные воды большом количестве поставляли самые отдаленные приволжские города и южные районы россии ребята решили мы кофе чай попить и вот диман тоже подошел там кричал монетку какую-то он поднял и полоски давай пока гульмина усердите вообще огонь это хорошо когда закрона огонь ну хорош хорош девятый геем им хорошую рельеф смотри какой да вообще плохо здесь тоже смотреть какая-то вушечка вообще цинусная даже диман удивился будет вообще просто вещь так вот так вот вы пока вот еще одна смотри цинусная ребят 1 4 копейки серебром 1841 года 1 4 николай вообще классно так чё тут еще у нас 4 копейки тридцать второй 20 что ребят верховые ребят и я все еще какой-то фундамент мой нормально но к сожалению не получается найти фундамент чего там просто вообще бутылку вообще огонь значит монет не нужны мне ты чё стекло это вообще огонь ребят я вот сюда 8 вот такую стекляшечку ну я не знаю на катя жигулевское пиво 1881 тоже надо закопать в будущем колени 18 марь да самарская тысячи в городе самарь 1881 самарь самара самарь я хочу сходить по пусть наверно блин сполоснуться были долю куда угли того вот 3 ранее что зачем вот да это надо да это там там коровку не вот в этих кустах вот родник а это тебе вон туда на зачем я вот здесь прям спущусь ребят с находками совсем пустовато решил вам показать вот такую монетку это две копейки 57 год вот такая монетка мы периодически ходим то на шурф то по верхам шурф не дает идем наверх вверх не найдет возвращаемся на шурф так что так вот туда-сюда мы каемся шуру достойный найти не может в лес как-то вот так вот ничего особенного кенгуль когда мне монеты будешь искать а king 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 когда мне монеты будешь искать а я тебе вроде даю нюхать чтобы ты нашел а никак не можешь ладно продолжаем и так ребят очередная верхушка верховая монетка судя по всему это 10 копеек какой год сейчас посмотрим год черт знает такой 50 какой-то 57 до этого была двушка 57 сейчас здесь копеек вот такую надо кинг искать да не ешь ты ее нюхай нюхай вот там че надо вот так да пойдет по паухе и так ребят дмитрий у нас собрался уезжать у него получился вот такой улов это верховые ребят 7 верховых монет я вам все в принципе показывал за исключением он только что еще 10 на одну копеечку дернул царскую вот код разглядеть не могу ну я думаю почистить вот так вот верховые вот зачетная не находка 2 копейки павел 1 неплохо я считаю неплохо по верхам то походите да да мы останемся наверно походим точно останешься до того последних еще есть так что ладно посидим походим итак ребят сергея можно поздравить с очередной серебрушкой у него в начале копа самой первой находка был 10 копеек а сейчас 20 копеек царские вместе с вами давайте посмотрим какой год так 1890 20 копеек но она какая-то странный на ощупь отвалить вот такая 10 копеек 20 напылил кик отвали отсюда иди отсюда не засыпай шов иди отсюда вот такая зачетная ну серёги сегодня прям портит и бутылочка вообще зачетная вас продолжаем ну что ребят сергея шурфу радует тем что вот такая двадцатка фут и двадцатка две копеек две копейки а год 1869 вот такие чистенькие 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 без всяких на ростов корост приятные чистые это обычно на шурфе они какие-то загажены а это прям зачетные неплохо класс я сегодня пока без царей у серёги 2 ладно димана тоже от цари есть печалька пойдет итак ребят я хожу по верхам в поисках нового фундамента а серёга остался на этом фундаменте и вот смотрите какие находки него вот такой большой крест больше стандартного стандартный крестик вот он вот такой этот крестик с утратами и он с окислами вот а этот прям чистенький такой знаете обалденный так что он еще тут интересно поднял пуговка орлянка вот такая вот но задняя сторона убитая так 10 копеек серебрущика первая находка и вот смотрите какая интересная красивая ажурная вещица не знаю красная штука это камушек или пластик вот такое сердечко не колечко с сердечком а у него вот такая вот фиговина так и смотрите какой сохран 10 копеек сорок шестого года мы ничего не делал она просто из шуфа такая изначально до бездельник вот так вот бездельник накопал у нас два креста и 4 монетки зачетная сердечко зачетная бутылка епты копы удался уже не как-то даже лень появилась яс ну ладно как то вот так вот сериале у меня поскучнее пойдет богатырь номер один помните да богатырь номер один ладно идем богатырь искать фундамент на ночь и так ребят солнышко садится за горизонт ложится спать она может спать еще рановато ищем фундамент перспективы и вот знаете серёга щупом уже как бы овладел как ему работать и вы знаете примерно решил здесь вот да кто-то ковырнули тут ковырнули тут ковырнули там ковырнули в общем и верховые вот и серёга вот из этой ямки верховой до сервер верховая монетка ребят смотрите ребят видите серёга еще не знаю пошел отсюда ребят видите видите да пошел отсюда серый я тебе не отдам серый ну я тебе хоть посмотреть дай ну ну он вообще охреневший сегодня как будто царская была говорила царская копейка а вот оказывается смотрите какой год ребята 25 бля охренел сереже да нет сейчас никому не нужны ну да опять пятак сейчас стоит вот красавчик сейчас такая монетка сейчас по каталогу стоит 5000 рублей вот из этой ямки знает кто свой шурф ешь твоя налево там ковырнули там там а вот здесь вот была копеечка 25 ребята лук кусайте локти бля кусайте а я буду искать 25 двушечку ну что ребят у нас за бортом совсем совсем темно как вы видите снимаю уже при фонаре и вот смотрите маленькая так как фонарик то разместить вот так вот так это маленькая копеечка копеечка год 1900 год вот такая копеечка приятно кинг ходит в диковинку еще по ночам под фонарями все везде кругом шумит шуршит и он реагирует прямо это как сторож как охранник да можешь ладно копаем вдвоем серёгой втроем вернее с кингом ладно продолжаем и так ребят подошел к серёге и вот тут сигнальчик хороший он мне сказал что царская монета вот она лежит вот она красавица но не настолько красавица конечно здесь затёртый да бишь на серый и здесь 1899 такая в принципе приятная кругленькая медная 1800 1800 1899 метина и в африке медь зачетно сегодняшний чемпион ладно идем ребята здесь вот только что я отснял монетку и мы серёга решили посидеть перекурить и вот это вот и вот представляете мне под жопу вот залезла вот такая змеюка представляете я когда встала она была вся скрученная я я испугался вот она блять вы даже не писались как меня перейдем прямо под моей жопой по ту сторону экраны это не так страшно но когда вы сидите с своей задней точкой на этой твари да еще глубокой ночью когда ничего не видно становится жутко ведь в темноте трудно определить ядовитая змея или безобидно давайте немного разберемся и дам небольшой совет может кому и пригодится на ваших экранах водяной уж он безобиден но в темноте это трудно сказать при дневном освещении рисунок темных пятен расположен в шахматном порядке а вот у ядовитой гадюки рисунок зигзагообразной линии правда иногда она бывает слабо видна слева ядовитая гадюка а справа безобидная медянка давайте посмотрим как они выглядят в темноте вы отличите кто ядовит а кто нет если змея все же укусила по возможности необходимо вызвать скорую помощь или доставить укушенного в больницу в течение 15 минут часто рекомендуют отсасывать яд из ранки важно чтобы на слизистой оболочки при этом не было нарушений кожных покровов через которую яд может проникнуть в организм затем продефиницируйте и туго перемотайте необходимо принять противоаллергические препараты пить как можно больше чистой воды но ни в коем случае не горячий чай или кофе так как расширяются сосуды и повышается давление это способствует скорейшему распространению яда по организму тем более нельзя принимать алкогольные напитки надеюсь данная информация вам была полезна так как на копе каждый копатель встречает змей но не знает о них совсем ничего они бывают опасны мой вам совет если встретили лучше потихоньку уйти и так ребята в темноте кое-как отыскал вот такой маленький маленький крестик мужской натильный целый с ушком вот такой вот до темноте находки тоже находит до серега он там что-то рядом копает семей хоть голос выкал и так ребята доброе утро мы проснулись наверное минут 30 назад мы как бы разбежались по разным местам серега ушел в шурфите именно тот домик фундамент там где нашел бутылочку вот но я решила пробежаться посмотреть оказывается здесь большое количество взорных фундаментов там где я даже и не знал за мной спиной такой небольшой лесок и там фундамент достаточно такой знаете свеженький имеется непосредственно первый венец и он хорошо взорно но я решил посмотреть попробовать при помощи щупа прозвонил и понял то что там непосредственно еще очень много нетронутого грунта и я решил кстати здесь яблочек хорошие схватки надо будет набрать в общем сейчас я возвращаюсь на него и вам покажу что можно там пошурфить и что там интересно у нас получится там стопудово интересно получится потому что мне такие фундаменты очень нравится тем что не надо думать там показан и все рассказано как надо продолжать работу венец есть всю засыпку наружу прозванивать виды материка так что сейчас я вам покажу что в этом леску кустики ребят вот такие а фундамент здесь вот такой очень зачетный и вот так вот изрядно пошурфили но дом огромный вот эту часть потыкали даже вот видите придется наверно убирать все это дело и там тоже участок не тронутый вот и у меня вот смотрите монета и монета достаточно интересная это 5 копеек 46 год пойдет а шурфанул всего на всего вот я даже засыпку не выбрасываю за пределы потому что как бы я решил просто испытать посмотреть перспектива на этот фундамент вот но серёга прибежал с того фундамента где я вам говорил бутылочку нашел и он знаете меня заинтриговал тем что он говорит там засыпка шикарная пошла и он там по поезд говорит засыпка пошла и вот смотрите что он нашел для начала две копейки 1910 год сахар смотрите бантический лучше такой сохран копать чем вот пятачки такого с охрана ржавые и вот что интересно вот смотрите какая-то хреновина но она очень интересная с двух сторон дырочки маленький ну что за рисунок ребята я мы не можем определить что это вообще нарисовано может кто встречал и она начнет одевалась видите вот дырочка и вот дырочка может быть а это по возможно сервис модельной дырочки учет прибивалась да она он окончании самодельно я между дырки делали ну понятно самодельные от штамповали лишь и прибили ночью вот такая планета и мы возможно сейчас туда рванем пока он собирается за машина идет я машину свои суда пригнал сейчас он за свои сходит мы туда отправимся а я сейчас этот инструмент пока буду его ждать еще немножко здесь шуфа ну и посмотрим что будет ну что ребят мне кажется перспектива есть если мы сейчас серым дернем на тот фундамент если там будет хреново я вернусь потому что очередная крупная монета но к сожалению сохранщик удручающий это у нас 5 копеек 40 ёпты год 45 до 45 год а пятачки 45 дорогие не менее тысячи стоит правда с охрану дручающий охренеть вот это да может мне здесь остаться пятачки дергать два подряд пятака класс интересно начало дня очень интересно класс продолжаются рарики падать вчера копеечка 25 у нас выпал у сереги а сейчас 5 копеек 45 тоже не менее ценная класс ну что ребят съездил я на шурф где у нас серега шурфит да там засыпка появилась но мне чё-то он не понравился поковырялся этом наверно с полчаса немножко подустал и все-таки подумал лучше синицы в руках чем журава лим небе и вернулся на свой фундамент где пятаки поднимал здесь по ходу часть кухни было вы даже не представляете сколько алкашки я выкинул ох ой 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 много и наконец-то что-то стоящее выпало это у нас 20 копеек 40 год вот такая 20 . ну сохранчик подрой между никлю они вообще хорошие монеты сплав хороший окислы на ней практически все отваливаются во время чистки но чистка интересно тем что тяжело краснота на них зачастую остается и убирать очень тяжело видео по чистке и удаление красноты у меня есть ладно продолжаем king у меня уже устал бы домой хочет только сейчас скажу king домой хочет он сразу king домой а по видите как он сразу очнулся вот так вот ладно домой поедем чуть позже ну что ребят все-таки кухня немножко дает монеток вот еще одна монетка выпала нет у нас пятак 5 копеек а год то тоже 40 5 копеек 40 года двадцатка была до этого и пятачок вот все из того угла ну пойдет пойдет 3 пятак продолжаем ну что ребята вдоль венца иду до этого я поднимал вот такие вот 10 копеек 36 рельеф высокий хороший пока гурт острый и вот сейчас тоже выпала монета и это тоже здесь копеек но на этот раз 50 ой остался еще потерять не так они тяжело достаются в час по чайной ложке но эта ложка есть не знаю что там у серёги чего интересно там накопал ну мне просто как-то уютно комфортно находиться вот такой вот обстановке чем на открытым и воздухе так что ладно работает тут непочатый край что еще выскочит вам покажу и так ребята углубляюсь я туда вглубь подкапываю все оттуда выкапывая вот в принципе у здесь вот уже материк идет вот видите вот поэтому вот я понял что это материк вы знаете прям на грани на материке лежала монета какой-то наш желтый желтый смотрите какая фигасе ранний ранний красивый такая патина красивая но зеленка 30 какой-то вижу уже троечку ну ладно монета очередной так зачетно обострил свое внимание я ему запретил бегать потому что он уже все пробки живет все живет ладно копаем и так ребят наверное я заканчиваю сегодня буду шурф сегодня я устал пробки копать вы даже не представляете фунт советский чисто советский ни одного здесь царя у меня не вышло и пробок ребят жесть примерно 30 пробок на одну монету вот и сейчас тоже 10 копеек год сейчас посмотрим тридцать тридцать шестой принципе бодрячок такая монетка подрезаю все и пробок здесь куча если вам было бы интересно я бы вам показал продемонстрировать сколько пробок я разбрасываю их все за пределы шурфа и пробочки пробка 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 там на траве там вообще 6 короче пробок особенно на этом участке здесь была кухня и здесь бухали вообще же жесть как пробок море надо было вначале как я начал шурфить пробочки собирать была бы такая здоровая куча наверное ящиков насколько ящиков 10 точно водки бутылочки выпали у меня такие вот две классные две маленькие вообще птички ведь наверно же таблеток а это для миксу прикольный серёгина бутылочка не сравнился заберем все ребята мы устали жуть как устали кинг больше не бегает как странный веник и я буду стал сегодня ночь выспались так называемая нихрена не спали кинг у меня не очень поспать в машине короче мы не спали а серёга похрапел в общем ребят напоследок хочу вам показать следующее ветер надеюсь не помешает потому что сегодня весь день вечер вот такая вот я не знаю то ли брошь была то ли что она когда я достал она прям на соплях держалась и короче отвалилась это у нас может быть латунь или бронза не знаю вот и по запчастям потом нашел остальные фрагменты не знаю что это такое прикольная вещица если у вас есть варианты предложения она в общем как-то так это это вот этот как тут так вот тоже было или что-то там вроде не знаю вещь интересная может брошь какая ли заколка но очень была красивая была кстати еще две пуговки советская не интересно а вот этот более менее интересно тем что тут у нас якорь и якорь в позолоте очень странно потому что я как бы с якорями подымал но в позолоте не было так донышко дулево 57 год вот так вот пятьдесят седьмом году в этом доме еще жили ладно пойдем наверно собираться серёга по верхам уже ходит напоследок сейчас видеочет сделал кто чего накопал серёга откопал шикарно идеально но мы так себе съездили отдохнули на природе до king king да мы поедем готов ребят он готов даже ехать домой да устал блин колючек на себя нахватал ёшкин кот будем расчесываться хорошо что мы клещей от клещей наелись ладно идем на обзор и так ребята буду делать обзор в машине потому что за бортом ветер жуткий давайте с худших находок которые были сегодня это были у меня находки по бутылочкам вот такие две бутылки цветные и одна обычная вот такая цепь очень интересная по монетам советики самое что интересно это 5 копеек сорок пятого года к сожалению сороковой год не знаю насколько дорогой но вы об этом уже знаете пятачок 30 или 31 год не знаю чистка покажет пятачок 46 единственная у меня находка сегодня это царская монета 1900 год поднял ночью ну и двадцатка двадцатка сорок девятый двадцатка сороковой 10 копеек 36 10 копеек по моему тоже 36 50 и 10 копеек 5 от 7 двушки и копеечка тридцать седьмого года по шмурдяку получилось как то вот так вот интересно что две пугубки гирки обломок складня серега верховой поднял вот мне не нужен я такие вещи не бросаю также самый первый сигнал сегодня который был это вот такой значок раз фасар как видите имеется надпись раз опасая сожалению с утратами что за значок не знаю что он нарисован вот это я предполагаю возможно это от шпоры но это просто предложение затем вот такой колечко девчачьи сердечком ну как то вот так вот ребят самое вкусное давайте самое вкусное серега меня сделал по шмурдяку у него самый вкусный шмурдяк вот такая вот приятная вещица что это такое сожалению не знаю рисунок и не знает идет напишите в комментарии не знаю что такое затем две пуговки орлянки это к сожалению с утратами маленькая пуговка наверное рукав тоже орляночка у него даже конинки блин лучше чем мои так давайте продолжим два крестика большой и маленький у него сегодня по меди очень хорошо у меня по советам у него по меди по царям одна у него всего-навсего советина 46 годность копеек самая первая находка у него 10 копеек серебряные первое серебро ребята первое серебро и вот так вот ребята результат последняя находка 3 копейки 24 года к сожалению он по нему саданул я бы сказал даже сильно ладно пойдет копеечка царская сказать не могу могу 15 10 копеек 2 копейки 1910 неплохая вот это самая лучшая наверно находка по сохрану 99 год немножко затертый еще одна 1893 что ли не знаю вам виднее будет наверно до 93 ну и вкусняшки ребята давайте вкусняшки двадцатка серебряная вообще зачет но она какая-то странная ребята на ощупь очень странно и вот у нас сегодняшняя бомба копейка двадцать пятый год не знаю как сохран будет хороший нет после чистки но монета вот она отыскалась двадцать пятый год это бомба сегодня и бомба вот это вот это ребята это вообще бомбическая находка бомба почему бомба ребята нас надписями я таких не видел и это стекло стекло она хрупкая вещь не вечная небольшой перепад температуры она лопается и это же бутылочка дожила до наших лет я надеюсь и дальше она будет жить бутылка вообще ворвушка вот такое очень старинная бутылка и она стоит очень хорошую заведение искусственный искусственный мир вот в те года ребята уже занимались коммерцией и торговались торговали водой обычный так что вот за эту находку ребят вот видите она шушится блин и с нее он видите посеребренка отваливается что это такое ребят чё краска что ли какая или чё интересному смотрите мне руки стали посеребренные таки так что вот так вот ребят откопали неплохо нормально я считаю рустик зря не с нами не поехал к сожалению он приболел а вот илюха зря он поехал к вы иметь так что вот так вот илюха могла быть вот эта монета твоей или рустика класс так что на этом все ребята всем пока до новых встреч он серега пока а